А можно попробовать? Нет, мы просто так поставили. Я не могу понять, что это такое. Не могу распробовать. Соленое, соленое. Ну это вроде бы какой-то торт. А это нет, это свекла сверху. Все надо съесть, либо чуть-чуть. Можно домой забрать? Да, бери. Но это я только себе, я ни с кем не поделюсь. Сегодня у нас необычная новогодняя рубрика, которая точно тебя удивит. Настоящий гастрономический тест. Близится Новый год, и мы тебе предлагаем попробовать блюда, которые у нас хозяйки чаще всего готовят к этому празднику. А ты их должен будешь оценить от 1 до 5. Отлично. Отлично, супер, давайте. Я уже готов. Смотрите, такая ложечка. У меня дочка с такой кушает. Можно? Да, можешь приступать. Пробуй. Все надо съесть, либо чуть-чуть? Как пойдет уже, что скажешь. Во, вкусно. Какие ингредиенты ты уже распробовал? Какие ингредиенты ты уже распробовал? Какие ингредиенты ты уже распробовал? Ову. Яйцо. Горошек зеленый. Горошек. И что-то еще зеленое вроде, не могу понять, что это такое. Не могу распробовать. А, огурец. На уйце и пупину, а калсалгаду. Рис есть там? Нет, риса нет. Это зеленое, я забыл, как называется. Горошек. А вот это вот колбаса, да? Майонез, понятное дело. Верно, да. А я не знаю, как они все, наверное, называются. Но вкусно, вкусно, очень вкусно. О, вкусно. Можно все съесть? Конечно. Клару, Клару. Не стесняйся, налегай. Ну, а самое главное, как ты оценишь это блюдо от одного до пяти? А вот я из Прадуси. От одного до пяти? Знаете, в Бразилии есть похожее блюдо. Здесь майонез вроде бы тоже есть, да? Есть, в Бразилии похожий такой салат. Наверное, четыре. Это я заберу домой. Так, все, оставьте. Мне это нравится. Мы тебе запишем рецептик для жены. Рецептик запишем. В Бразилии это мы называем майонезный салат. Вы тоже часто в Бразилии добавляете майонезы в салаты? В Бразилии мы тоже возьмем майонезный салат. Ой, да, 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 конечно. Ой, ну вот это уже посложнее. Это уже посложнее. Это наше второе блюдо. Точнее, это не блюдо. Это наш бутерброд, который очень хорошо сочетается с шампанским, под бой курантов. Это бутерброд с красной икрой. Это бутерброд с красной икрой. С полным ртом набитым. С полным ртом набитым. Ну, вроде вкусно. Это сырая рыба? Нет, это не сырая рыба, это не совсем рыба. Это соленая. Соленая, соленая. Я вижу, что тебе не очень понравилось. Ну, так бы что, он будет. Нет, нормально, но просто слишком соленая. Как думаешь, что это? Это что такое? Хлеб с маслом, монтега. Это хлеб, масло, а сверху, как ты думаешь, что это? Красная. Я не знаю, я никогда не пробовал такое, честно говоря. Ну, честно говоря, в нашей стране это настоящий деликатес. Это красная икра. Это кавиар. Вот это и есть икра. Что скажешь? Очень вкусно. Нет, ну вкусно. Вкусно, но вот сама вот икра немного соленовата. Если было бы поменьше соленого, нормально. Ну, у нас, ты знаешь, это деликатес. У нас обычно стоит баночка красной икры, не трогать это на Новый год. Ты сейчас весь бутерброд съешь. Понравилось? Что? Дай. О, 10. Десятка. 10, очень вкусно. Серьезно? Серьезно? Ладно, я больше кантара, говоря. Очень вкусно. Дам 3. Не, ну здесь троечка. Троечка, окей. Из-за соли 2 очка мы снимаем. Почти все съел. Заценил, десяточка. Марлон, какие у вас блюда готовят на Новый год? Что у вас популярно? Ну, в Бразилии главное блюдо, это все-таки индейка. Индейка, а потом к ней идут разные гарниры, это и маязные салаты, это и фарофа, это такая бразильская мука, рис. И, конечно же, есть бакаляо, это треска, это рыба, много салатов мы делаем с треской. Ну, смотрите, потом у нас очень много всегда есть десертов, это какие-то пудинги, это торты, это муссы. Да-да-да. Ну, к десерту мы тоже перейдем. Давай следующее блюдо, и это будет для тебя настоящий тест. Я не знаю, это сладкое, что вы мне сейчас дали? Это сладкое? Нет, вроде не сладкое. Ну, визуально, как скажешь. Визуально, как перес. Ну, это вроде бы какой-то торт. А это нет, это свекла сверху. Можно? Приступай. Так, наблюдаем за реакцией. Что там? Очень вкусно. Вкусно? Очень. Это супер вкусно. Серьезно? Серьезно. Ну, единственное, что мне не очень нравится, это свекла. Свекла мне не очень нравится. Это называется... А так, если можно, я кусочек домой заберу. Дуду, это называется селедка под шубой. Здесь главный ингредиент, это селедка, рыба. Ты ее распробовал? Да, я почувствовал вкус. Как ты думаешь, что там за ингредиенты? И хорошо ли они сочетаются? Нравится тебе? Ну, есть соленая рыба, майонез, яйцо. Ты яйцо хорошо чувствуешь? В оливье тоже первым он назвал практически. Свекла. Свекла, да. И вроде бы оливки, нет? Нет, оливок там нет. Морковь, точно, морковь. Еще морковка, да. Да, да, и картофель. Ой, слушайте, очень вкусно это. Нравится, как сочетается. Слушайте, ваша еда вкусная. Да? Нет, но мне вкусно, мне нравится. Нравится, ну отлично. Мы очень удивлены. Те, что тебе понравилась селедка под шубой. Потому что блюдо специфическое. Пятерочка. Наверное, ты любишь майонез. Кочет майонез. Очень. Мы угадали. Майонез и пюре картофельное. Пять. Пятерочка. Пять, да. Топ. Парабейдж. Поздравляю вас. А это что такое? Так как ты очень любишь десерты, это торт Наполеон. Крем и слоеное тесто. А можно попробовать? Давай. Можно попробовать? Нет, мы просто так поставили. Нельзя дать. Пробуй, конечно. Сладкое – это моя любовь. Налегай. Можно пробовать? Давай. Что скажешь? Как тебе? Вкусно, но не скажу, что мне прям он голову скружил. Я только не могу понять, что это за крем именно. А, ну так что? Ну, вкусно. Можно домой забрать? Можно домой забрать? Да, бери. Можно? Ну, это я только себе, я ни с кем не поделюсь. Я не могу понять, что это, но очень вкусно. Да, это вроде будут коржи, слоеное тесто, крем. А вот это сверху… Ты так правильно называешь, перечислил ингредиенты. Ты, наверное, часто готовишь дома. Ты вообще любишь готовить? Нет? Нет. Нет. Ну, потому что я мастер-шеф, я смотрю часто. Понятно. Мне очень нравится мастер-шеф. В будущем, возможно, я стану поваром, но сейчас пока нет. Чего не хватает? Как фалта? Мастер-шеф. Да. Мастер-шеф. Послаще бы он был, шоколадом его полить бы. Если был бы шоколад еще вот между слоями, было бы отлично. Супер. Это было бы супер. Да, вот подсказка украинским хозяйкам. Украинским хозяйкам. Как улучшить блюдо. Кому блю рару прат. Да-да-да. Три. Троечка. Так, смотрите, оценка. Четыре. Четверочка за Наполеон. Хорошо. Наполеон. Совсем скоро Новый год, и в преддверии этого праздника что ты можешь пожелать нашим болельщикам? Поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством. И, конечно же, пожелать всему самого наилучшего, чтобы провели эти праздники с самими близкими людьми, и чтобы все было хорошо в следующем году. Но с наступающим Рождеством и Новым годом. Пусть благословит вас Господь. Проведите эти праздники и этот год со своими самыми родными людьми. Будьте счастливы, здоровы, и чтобы все было у вас классно. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok